всем привет дорогие друзья из праздничной лани сегодня 1 сентября первый день байрама город пустой на улицах практически никого нет поэтому если вы приедете в аланию на байрам то вы удивитесь есть только туристы ну а местные разъехались по деревням или встречают праздник с родственниками семьями сейчас мы отправляемся в манавгат и в седэ вот на таком автобусе из автовокзала который находится в центре алании знаете с этого автовокзала можно уехать во все близлежащие города например газипашу афсавлак манавгат и так далее инджикум и окуджала если вы например отдыхаете в отеле и хотите из отеля который находится например в афсаларе или инджикуме приехать в аланию то до ближайшей остановки от отеля вы можете ставить вот такой автобусик и доехать до центра алании ну а мы отправляемся сначала в манавгат смотреть водопады потом в седэ в античный город поэтому оставайтесь с нами никуда не уходите мы с Эйханом уже сидим в автобусе ехать дома на авгата примерно час-полтора зависит от скорости автобуса билет стоит 11 лир на человека в одну сторону автобус очень комфортный есть кондиционер в общем не жарко очень комфортно ехать и друзья я вам всегда говорю о том что если вы хотите приехать например из какого-то пригорода в аланию непосредственно то выходите на ближайшую остановку от вашего отеля или места проживания и садитесь на автобус до алании и в автобусе я увидела вот такое вот объявление объявление где написано что если вы хотите сесть на автобус пожалуйста пользуйтесь остановками не просто стойте на дороге машите руками а пользуйтесь остановками ну а мы едем вот по такой живописной дороге скоро начнутся отели и через полтора часа уже окажемся в манавгате про манавгат я почитала очень много интересного там есть приключенческий парк с различными дорожками интересны поэтому поедем туда когда мы ездим по этой дороге из алании в анталии но сейчас едем в манавгат я очень люблю любоваться архитектуры отелей которые здесь расположены очень много построено новых отелей буйство конечно форм фантазия архитекторов просто поражает очень много пятизвездочных новых отелей ну я думаю что многие из вас видели эти отели и непосредственно по дороге из алании в анталию или обратно очень много построили красивых новых отелей и в арабском стиле и в турецком стиле и барокко и какие-то супер модные отели в стиле модерн в турции байрам и города пустые народы никого нет видите даже автобус у нас личный автобус бошки в союзе даже у нас автобус личный из автовод зала с небольшой автовод зала манавгати на который мы приехали мы на вонзале сели на городской автобус и сейчас едем в центр города чтобы покушать и оттуда уже отправляемся на водопад и в парк приключений на автобусе номер один мы доехали до центра города вот вы видите за мной расположен мост вот до этого моста вы можете доехать выйти покушать в близлежащих кафешках там очень дешево меню например кефты или курица с картошкой с арианом с питьем стоит всего 10 лир покажу вам чуть-чуть похоже ну а вот отсюда открывается такой красивый вид на реку манавгат по реке ходят вот такие вот прогулочные кораблики видите вода в реке очень интересного зеленого цвета и далее по этой реке вы можете отправиться до каньона до зеленого каньона именно потому что река воде вода в реке зеленая вот каньон также был назван зеленым каньоном очень здесь прохладно в манавгате кстати жарче чем в аланье но очень прохладно около речки очень прохладно я думаю что если кататься на корабле то не будет так жарко как на солнце потому что будет обдувать вас ветерок здесь вы видите вот такой вот красивый парк с лавочками с цветами зеленью и по длине всей реки даже не по длине все реки а около моста расположены прогулочные лодки на которых можно прокатиться плавать запрещено покушать решили мы вот в этой кафешке видите друзья здесь вот есть такие меню по 10 лир можно взять кефте с картошкой и с напитком и все выглядит вот это вот так вот картошка салат айхан взял кефте я взяла вот такой вот дюрюм айхан кушать хочешь очень что что кефте картошка кола салат бурлому снимать вот на таком меня автобусе мы едем до от центра манавгата до водопада ехать 8 минут лет стоит две с половиной лиры на корабле нам предложили за до 60 лет но мы решили поехать на автобусе и вот видите вот водопад видит вот так очень много людей сейчас если там билеты и сколько все это дело стоит ну конечно же посмотрим сам водопад 1 билет на водопад стоит 5 лир для взрослого и 2 с половиной лиры для ребенка весь парк выглядит вот так здесь есть рестораны детская игровая площадка вид на водопад гайпи зона и разнообразные кафе айхан уже убежал вперед сам парк выглядит вот так вот и оттуда наверное уже открывается вид на сам водопад друзья я здесь вот так вот готовят здесь кефта и кмек готовят дырюмы и отсюда уже открывается вид на сам водопад а а а а а а в в Очень здесь красиво, много народу, туристов и иностранцев Очень много, поэтому друзья, обязательно сюда приезжайте Здесь очень все красиво, хорошо обустроено Много ресторанов, кафе, мороженое Есть еще детская площадка Сейчас мы туда обязательно сходим Но сначала мне нужно найти Айхана Он ходит, делает прямой эфир на нашей группе в фейсбуке Обязательно заходите туда, подписывайтесь на эту группу Чтобы всегда быть в курсе событий и смотреть прямые эфиры, как они есть А вот Айхан Ой, какой красивый попугай Еще, друзья, здесь есть вот такая вот VIP-зона Можно посидеть, отдохнуть Айхан в прямом эфире И еще можно покупаться в реке Вот здесь местные купаются Вот так вот здесь красиво Мы прогулялись по парку и посмотрели на водопад Но, к сожалению, в этот раз в Adventure Park мы не попадаем Потому что Байрам И непонятно, как туда ходят автобусы Конечно же, можно поехать на такси До туда ехать от водопада по 17 километров Но таксист заломил нам цену Ужас! Заломил нам цену, на которой мы не согласились Поэтому, друзья, в этот раз парк мы вам не покажем Покажем в следующий раз, потому что обязательно приедем специально в этот парк Ну, а сейчас мы едем в Манавгат Какой Манавгат? В Сиде, я уже заговариваюсь И уже подъезжает наша маршрутка Сейчас мы в нее загружаемся И едем в Сиде смотреть город Если вы хотите проехать на корабле по реке Манавгат Взять тур То средняя цена поездки 10 евро на человека Поездка длится 50 или 80 минут По-моему, 50 минут оладиться Ну, что-то около часа Поэтому в этот раз мы не поехали И я думаю, что еще не скоро поедем Потому что ездили очень много раз Ну, а если вы захотите Вы, конечно же, можете прокатиться на реке По реке и на корабле Ну, а сейчас мы отправляемся в Сиде Смотреть античные, исторические места И гулять по городу Ну что, мы приехали на автовокзал в Сиде Вот так вот выглядят автобусики От Манавгата до Сиде На таком автобусе, я уже говорил, ехать примерно 10 минут И билет стоит 3 лиры на человека Таким же образом вы можете поехать обратно До Манавгата, автовокзала в Манавгате И потом уже до Алани Ну, а мы сейчас пойдем гулять И покажем вам, что здесь есть интересного в Сиде Сиде здесь Сиде здесь Друзья, мы уже приехали в Сиде И на входе в античный город Расположены городские стены И в городских стенах в то время Был расположен фонтан Он датируется вторым веком Вторым веком нашей эры Это один из самых красивых античных фонтанов Который есть вообще в Анатолии и в Турции Поэтому, как вы видите, это место не только историческое Но и очень важное Обратите внимание, когда вы приедете в Сиде Обязательно на эту городскую стену И, конечно же, на эти фонтаны Территория античного Сиде очень большая Вот вы видите за вами городские стены Дорога Очень много законсервированных раскопок И сделали вот такую вот пешеходную дорожку По которой можно идти Очень удобно прогуливаться Ну, в общем, очень жарко Но есть что посмотреть Поэтому обязательно приезжайте И, конечно же, не забывайте читать вывески Потому что мы были у фонтана И сколько раз я была в Сиде И только сегодня узнала, что на самом деле это фонтан И самый большой и красивый античный фонтан в Турции Сейчас, друзья, мы заходим в старый античный дом Как сказано в надписи Здесь располагалось много-много комнат Давайте посмотрим, что же здесь было Ну, среди развалин, конечно, вряд ли можно понять, где начинается, где заканчивается дом Ну, примерно масштабы Масштабы его понятны Может быть, метров сто он занимал Ну и, конечно же, здесь были расположены другие дома От них остались только камни и развалины И далее, как вы видите, располагается амфитеатр И какие-то другие старые постройки Давайте посмотрим, что же было здесь Вот видите, здесь тоже был дом Наверное, очень большой дом для большой семьи Также был частный туалет И дом относится к византийскому периоду Еще в Сиде есть античный музей Билет входной в музей стоит 10 лир И здесь также можно посмотреть разные античные интересности Я здесь первый раз Поэтому буду гулять по музею вместе с вами Например, что здесь есть Ателье административного послета нам неинтересно Есть вот какие-то древние здания Покажу вам очень быстро Карту античного Сиде Автобусный вокзал Автобусный вокзал находится где-то вот здесь И вы идете, идете, идете И вот попадаете здесь в музей Где мы сейчас находимся Вот здесь находится амфитеатр Туда мы тоже постараемся пройти И далее уже вы можете дойти И до собора До базилики, до ванн До собора Темпла Аполлона, Афины и так далее То есть, как вы видите В основном В Сиде примерно 29 Античных построек А сейчас мы находимся в амфитеатре Который был построен Тысячу лет назад Это также музей Билет входной сюда стоит 20 лир Я здесь первый раз Поэтому пойдемте вместе с вами Я посмотрю, что же здесь есть Интересно, как вообще выглядит античный амфитеатр Представьте, этому амфитеатру Тысяча лет И в древние времена Здесь было очень много народу Наверное, были гладиаторы Какие-то дикие животные внизу Люди ходили, сидели Приходили на представления Обслуживали этот амфитеатр И вот так вот он уже выглядит Изнутри Я спустилась в самый низ И смотрите, как это выглядит Просто невероятно Очень-очень атмосферно Я сразу себе представляю картину Как здесь находится очень много людей Амфитеатр заполнен Очень шумно Народ снует И вскоре начнется какое-то представление Вот вы видите, сцена была расположена где-то вот здесь И на всех вот этих вот сиденьях Собирался народ Отдыхал, развлекался Ну, как говорится Были и хлеб И зрелище Ну, в общем, очень здесь красиво, друзья Обязательно, обязательно приходите Когда вы будете в Сиде Или в Аланье Когда будете в Аланье Обязательно приезжайте в Сиде Потому что Ну, просто невероятная здесь история Невероятно красивая атмосфера Мы уже вышли из амфитеатра И прогуливаемся по торговым улочкам Ну, вот здесь Прогуливаемся по торговым улочкам И сейчас выйдем уже на набережную Сиде И далее к храму Аполлона Как-то здесь сегодня мало народу Наверное, народ весь на пляже И турецкие туристы на празднование Байрама Ну, сейчас спустимся, посмотрим, что же происходит на пляжах Цены, конечно же, здесь намного дороже, чем в Аланье И на еду, и на мороженое Вместо одной лиры мороженого продают за 1 евро Ну, сейчас сходим на пляж На набережную И посмотрим Там тоже, кстати, очень красиво На центральной улице в Сиде Можно купить много различных сувениров Вот, например, здесь есть кожаные товары Куртки Всякие различные футболки модные Конечно же, мороженое Сухофрукты И вот такая вот кошка Пантера Как пантера Очень красивая кошечка Пройдя через торговые ряды Мы попадаем на набережную города Сиде Здесь набережная не такая большая, как в Аланье И, конечно же, перед нами открывается вид на храм Аполлона Это место очень популярно среди молодоженов Всегда приезжают пары для свадебных фотосессий Ну и, конечно же, посмотрите Очень атмосферное место Храм Аполлона на берегу моря Невероятно красиво Здесь получаются очень красивые фотографии Ну и сама архитектура Сам храм Колонны, точнее, от него сохранились достаточно хорошо И в той стороне Видите, уже тоже открыли для публики Туда тоже можно посмотреть античные здания И дальше, идя за храм Аполлона Вы попадаете в старый город Где уже начинаются пляжи И можно увидеть красивые традиционные турецкие дома В которых расположились отели и кафешки Ну, в общем, улица за храмом очень красивая Обязательно сходите И эта улица ведет уже непосредственно к амфитеатру То есть, если вы пойдете по этой улице Вы не заблудитесь А вернетесь к амфитеатру В Сиде также очень много красивых, колоритных ресторанчиков На берегу моря И вот эти пляж в Сиде Очень маленькие Много народу Ну, а рестораны выглядят вот так вот Расположены они тоже на берегу моря С очень красивыми видами Когда заходит солнце, я думаю, здесь становится очень-очень красиво Друзья, наше путешествие по Сиде и Манавгату закончилось Сейчас мы идем обратно на автобусную станцию Но мы отправимся не в Аланию Отправимся в торговый центр Новомол Я уже говорила не раз, что это один из моих самых любимых торговых центров Если из Сиде вы хотите поехать в торговый центр Новомол То вам лучше взять такси Стоит это будет примерно 15 лир Ну, а если хотите уже отправиться обратно в Аланию То едьте до Манавгата И из Манавгата уже на автобусе в Аланию Я думаю, что я постараюсь снять отдельное видео про торговый центр Не знаю, не обещаю Но мы немножко устали Поэтому мы едем в торговый центр Покушаем, может быть, купим что-то И потом уже поедем поздно вечером в Аланию Ну а на сегодня всем всего хорошего Ставьте пальчики вверх Коментируйте видео Ставьте пальчики вверх Унутын吗? Нет, нет Больше ничего не говорю Нет Мы не вернулись, поэтому Мы не вернулись? Нет Нет Это наш дом, не наш дом Это не наш дом Мы сейчас в автобусе Как мы идем в алтоле Мы идем сейчас Там вам, друзья, мы немножко неправильно вышли Забудились Сейчас обратно вернемся Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на наш канал Обязательно комментируйте Если у вас будут вопросы По поводу того, как добраться Добраться от из Алании в Сидей Обязательно пишите в комментариях Я вам все расскажу Ну а на сегодня всем пока-пока Пока Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok